4 октября на базе издания «Дагестанская правда» представители региональных СМИ совместно с военным комиссаром Дагестаном Дейдбеком Мустафаевым обсудили осенний призыв, стартовавший 1 октября. На повестке дня были обговорены меры, которые будут предприняты для уклонистов от срочной военной службы. Неявка гражданин без уважительной причины указанной в повестке военного комиссариата время и срок, то есть место влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Ранее было бы 1 октября от 500 до 300, то есть до 3 тысяч рублей. Гражданин, попадающий под срочную службу, обязан сообщать об изменениях семейного положения, о переезде на новое место и многом другом, что может помешать отправке повестки. Отметим, что за данные нарушения гражданин будет привлечен к административной ответственности. Кроме того, военный комиссар Республики Дагестан Дайдбек Мустафаев рассказал о возможностях, которыми может воспользоваться призывник. Призывник имеет право вместо военной службы по призыву выбрать военную службу по контракту на один год. Это очень важный аспект. При заключении контракта данный призывник будет получать единовременно 195 тысяч. Дополнительно 100 тысяч от региональных властей, то есть от главы республики. В этом году призыву подлежат граждане от 18 до 27 лет включительно, которые не имеют права на отсрочку или на освобождение от прохождения военной службы. На данный момент по подсчетам призыву подлежат порядка 130 тысяч граждан Российской Федерации, что на 17 тысяч человек меньше, чем весной текущего года. Стоит подчеркнуть, что проходить военную службу призывники из Дагестана будут во всех военных округах и на Северном флоте, за исключением Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожских областей. Отправка новобранцев запланирована на 15 октября 2023 года.